У меня есть информация о том, что на меня может быть заведено уголовное дело и могут посадить, поэтому я решил пока временно уехать. Но я надеюсь, что все же, в конце концов, я не надолго и я надеюсь, что я вернусь в Россию. Это общепринятая практика у них сейчас. Они взяли курс не на посадки, они стараются выдавливать людей. Почему я должен бежать опять за тобой? Ну ты сейчас укушу. Иди за мной. Родился я в Москве в 1977 году. В семье инженера и учительницы русского языка. Мы коренные москвичи. В 1991 году мне было 13 лет, 14. Я тогда был на даче, когда случился этот путь. С малолетками. По телевизору что-то увидели, что в Москве баррикады и пошли на централку, на даче тоже строить баррикады. Ну просто по приколу, как фан. То же самое, что сейчас происходит на митингах Навального. Вот школьники туда вывалили, я их понимаю, я сам был таким же. Какие-то бревна вытащили на дорогу. Приехал мужик на москвича, да он нам по шее бревна раскидал и ушел. И этим все закончилось. В 1995 году я пошел в армию. Попал в Чечню солдатом срочной службы. Приехал майор, покупатель. Нас построили. Он очень сильно агитировал езжать на Кавказ. Сказал, что никто на войну не попадет. И вообще на Кавказе тепло, там яблоки. Те 8 из погибших в сутки, о которых сообщает газета, все это брехня, и вообще они сами виноваты, что умерли. Я ремарки начитался, я в войну себе представлял, как ее все юноши представляют 17 лет. Весь полк умирает, один я всех спасаю. И я один сказал да, 1499 человек, остальных сказали нет. И нас всех полторы тысячи посадили в один поезд и повезли в Чечню. Приезжаем в Моздок, а на соседних путях стоит эшелон с техникой, которая идет оттуда. И вся эта техника развороченная. И вот тут, конечно, уже стало страшно. Но мне повезло, я попал в роту связи, и в каких-то особых боевых действиях я, в общем-то, не участвовал. Фу, блин. Зачем они так высоко строятся? В 97-м году демобилизовался, восстановился в университете, получил диплом бакалавра юриспруденции. Тут началась вторая чеченская. Я заключил контракт, поехал туда по контракту, вернулся, написал статью о том, что я там видел, отнес ее в «Московский мсомолец». Она попала в руки Юлии Калининой, она позвала меня в газету. И с тех пор, вот 17 лет, я занимаюсь тем, что пишу про армию, езжу по всяким войнам. Зачем жених тут так высоко? Это просто много пива. Преклятые ледники. Я когда в новую газету пришел, я в новой газете числился как милитарист. Я не скажу, что я был патриот, но я себя ассоциировал с этой страной, безусловно, я себя ассоциировал с этой армией. И когда началась грузинская война, у меня было такое мировоззрение, да, черт возьми, моя страна не права, моя армия не права, но это моя страна и моя армия. Но после 2008 года, когда начались уже протесты в 2011, я стал совершенно оппозиционным человеком. Моя крайняя командировка в 2014 году была в Украину, там мне в очередной раз переломали нос и пару ненужных костей, расстреляли. И с тех пор я как-то все сказал, не, ребята, все, отдых. И с тех пор не могу собрать себя обратно в кулак и заставить поехать еще раз. Вот сейчас, на данный момент, да, я фельдетонист. То, что произошло с Украиной, это такое преступление, это такое предательство, это такая подлость, что, вот, я не знаю, вот, мне кажется, от этого режима все ожидали чего угодно, но даже от этого режима вот этого не ожидал никто. И вот сейчас я считаю, что аннексия Крима и нападение на Украину – это самое главное событие в новейшей истории России после 1991 года, это поворотная точка, и это очень, очень, очень плохо. Добрый день. В первую очередь, спасибо большое, что вы сегодня все сюда пришли, нашли время разделить, наверное, и печальное событие для моей семьи, но и очень радостное событие. А именно на то, что мы буквально час назад подписали меморандум о создании Академического центра Бориса Немцова совместно с Карловым университетом. – Это Андрей Барабанов? Это Владимир Толькович. Андрей Барабанов непонятно, он из них в болото. – Здравствуйте. – Извини, я просто никак не предполагал, что ты незнаком. Сегодня пьем и познакомитесь ближе. – Я с вами не это. Присоединяюсь я. – Генконсульство, которое распространяет как будто радиацию, это зараза. – Я не знаю, что я не чистил, даже 8. – Ну, ну, лучше. – Мы там же, больше всего. – И когда? Какой уровень? – Да. – Ну, просто 5. – Ух, не чистый день. – Ждал уже? – Нет, в 19-е. – А, ждал. – А за сколько времени? – Вот. – В сентябре. – Родился в 1922 году на Украине. Лет через 5, когда они развелись, родители, решили, что лучше я в Молдавии с бабушкой, с дедом. И закончил там 9 классов. В Молдавии на румынском языке. Переехал к отцу на Украину. Получил среднее образование уже на Украине, на украинском языке. – Вот на лево, да. – На лево. – Ну, это был уже в 2009 год. Перебрался к маме в Москву. Потом ушел в армию. Служил в береговых войсках в морской пехоте. Мы даже участвовали в 9 мая на параде Победы на Красной площади. Когда наслужили, к нам приезжали рассказывать про ФСО, Федеральную службу охраны. Присматривался к этому. Случился дебиль, я приехал домой. Сразу понял, что нужно поступать в УЗИ, не заниматься как-то другими вещами. Код получился, и совершенно закончилась болотная площадь. Заживание. Заживание. Украина. В threadedокон. Прямо. Словом… – Взагон. Прямо. Взагон. Мы случайно познакомились с детям здесь, в Праге. Не знаю, надо поесть что-нибудь сельское такое? Нету. Масло. Только даже масло тебе не нужно. Слышала о бузниках болотной, но в людей конкретно я не видел. Я даже не понимала, кто, честно говоря, я просто, ну, хорошо, приятно познакомиться. Политика была темой дня, поэтому я, наверное, и пошел с многими другими ребятами из преподиями, что ума. Сразу же оттуда нельзя было уйти, потому что все было перегорожено. Я вернулся обратно. Зачем? Ну, все-таки там могли быть еще мои знакомые. Думал, может, это помочь, если там вдруг что-то случится. Пока, может, дошли до места вот этого столкновения, до угла сквера Болотной. Там уже во всем начались задержания, разбирали людей. Я помог поставить эти решетки. И, собственно, вот кусок видео, где видно, что я держу эту штуку железную. Были в основаниях на суде, да, там, доказательством 212-й статьи. Вот, участие масовых беспорядков. Я просто хотел тогда убежать, ну, свалить, потому что делать тут уже нечего. Я понимал, что я могу оказаться сейчас заарестованным. Я искал, как уйти. Пока я искал, пока засматривался по сторонам, ко мне со стороны подошли, повалили на землю. Все арестовали, внесли. Пошла. И вот тут пошел замес. Слушай, я никогда в жизни этого не видел. Да. Я никогда в жизни не видел, как ОМОН работает. Первое время я вообще не понимал, за что меня арестовали. И был уверен в том, что вот следующее какое-то меру пресечения, там, следующее продление ареста, меня должны отпустить, да, как минимум по домашний арест. Ну, а потом меня продлили один раз меру пресечения, потом второй раз. И так уже стал понимать, что, ну, здесь надолго. Приходили опера, следователи, вот, разные, там, с центра ОЭ оперативники. Ну, проводились со мной беседы, пытались меня склонить к сотрудничеству. Такой стоит полковник, там, лет уже за 50, наверное, вот, в форме. И там были еще два молодых опера, они вышли, и вот мы один-один с ним остались. Он такой спускается ко мне, ну, братан, ты же наш, мол, я служил. Ну, пойми, мол, зачем тебе это все нужно, там, типа, скажи нам все, что нужно, и, как бы, не будешь ты тут за каких-то, мол, там, людей и других страдать. Ну, вот. А, и, как бы, естественно, я отказался, вот, потом, после этого он обозлился, еще на следующий день пришел и угрозил мне тем, что отправит меня в Красноярск на 5 лет, там, к петухам. В общем, вот такие вот разговоры были. От чего вы отказались? Ну, от чего? От чему отказались? Ну, странный, странный вопрос. Я должен был говорить то, что я не делал, ну, вот, я должен был говорить о других людях, о других, о которых я не знаю, ну, просто, и... Зачем? Ну, не знаю, мне кажется, я никогда бы такого не сделал. Вот. Дизайн штурмовый батальон. Уже трех лет отсидел, там, оставалось, там, где-то с полгода. Я не ощущал того, что вот домой. Было страшно, потому что три года все-таки нахожусь в неволе. В каком-то смысле для меня уже стало нормальным тоже, как я жил там. Дневное расписание. Занимался учебой, ну, книгами, спортзал. Жизнь наладилась. И все, что было за этим забором, колючей проволокой, все оказалось какой-то фантастикой. Прага. Не то, чтобы больше нравится, но я здесь уже освоился. Как-то спокойнее себя чувствую. Ну, вот. А в Москве, хоть и более, наверное, родной город для меня, чем Прага, но там мне сложнее было. Не то, чтобы страх был, а я думал об этом. Как бы сделать так, чтобы опять там не оказаться. Проводились беседы с нами. Профилактически могу смотреть. Еще лет пять вы будете под присмотром чутки. Мысль о том, что есть галочка, поставленная рядом с твоим именем, не дает покоя. Конечно же, сейчас я хочу вернуться в Россию. Но я хочу здесь доучиться, получить здесь образование, может быть, еще где-нибудь в другом месте. Нам индикаторатура уехала. А потом вернуться в Россию. Ну, если покушать уже будет? Да, можно все. Ну, а вообще покушать, да, уже есть. Вы будете есть? Вы будете есть? Как только закончила школу, я хотела поехать в Прагу. И поступила здесь в университет. Приехала учиться. В сентябре, в конце. Или у папы главная позиционер. А я работала с Немцовым. Папа работал с Немцовым, очень близко общался с ним. И я тоже знала Немцову буквально возраста, наверное, трех лет. Моя мама работала вместе с ним еще, когда он был губернатором Нижегородской области. Она работала там в администрации. И для нас это, как бы, в первую очередь была потеря хорошего друга. Садись туда. Садись, наверное. Хватит? Да, 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 конечно. Кстати, курицу получился от Немцов. Спасибо. Дай с вами, пожалуйста. Что, не соленая? Угу. С девятого класса она мне заявила, что она не будет закончиться. Пыталась ее переубедить. Не получилось. В одиннадцатый уже все. То есть я подумала, ну, если она не передумает, то, значит, пускай делает как. Считает, нужно. То есть мы в сентябре встретились все в полиции. Не, ну, вообще мне Денис очень нравится. Вы могли бы завести молодого человека, которому их взгляд политически? Завести? Ну, конечно. Мог бы у вас завестись? Молодой человек, который, кроме нашей. Нет, мне это особо не играет, мне в большей степени играет тот человек. Я уверена на сто процентов, что она никогда бы в жизни не связалась с пропультинистом. Ну, понимаете... Ты вспомни, как ты сподишь. Дело в том, что люди, которые за власть изначально выступают, они мне, в принципе, не подходят, потому что мне с ним некомфортно. Поэтому, наверное, с таким человеком я бы и не... Но не по причине, что он за власть, я бы не стала с ним встречаться, а именно потому, что у них, понимаете, не все похожи. Такой зоопированный и совершенно не способный к анализу, понимаете? Ну, конечно, когда ты разговариваешь с кем-то, можешь вступить в дискуссию, как-то, ну, обсудить что-то. Это всегда... Анализ – это главное в нашей семье. Анализ – это главное в нашей семье. В Москве чувство гето постоянно, потому что там находишься в оккупированной зоне полиции с силовиками и прочими. И те, кто этого не замечают, как раз-таки живут с розовыми очками, кому в основном на все плевать. Чай? Зеленый? Родился я в 90-м году в городе Павлово, Нижегородской области. Потом уже жил в Москве. После 9-го класса пошел в математический колледж учиться. Специальность была – вычислительные машины. Но это тоже оказалось, что не мое. Я выучился на это, но дальше не применял. Я собирался открыть какое-нибудь свое маленькое дело. Эти планы не осуществились. Меня посадили в тюрьму в 2012 году по болотному делу. Я видел, как набегали к линиям ОМОНовцы, выдергивали, били. Чувствовалось, как будто бандиты на тебя напали. Задерживали меня особо жестко. Приехал наряд ОМОНа с оружием. Это было в 8 вечера. Они сначала вырубили свет в моем доме. Когда мама пошла проверять свет, они забежали в дом. Мне не дали даже ботинки одеть. Сразу повели меня ласточкой. Положили в газель головой на пол. И в этот момент я понял, что все это закончится реальным сроком. У меня не было в этот момент никаких иллюзий по поводу того, что меня скоро отпустят. Отвезли на Петровку. Сковали мои руки наручниками. Так что они у меня начали, ну просто затекли сразу же. Приковали к стулу и начали допрашивать рэшники. Центр по борьбе с экстремизмом. Пугали всячески. По сути я знал, что мусорам веры нет. Он тебе говорит, согласись. По мне так это было равносильно тому, что сдаться. Первые часы, когда напротив меня сел следователь в бешенстве просто. У него красное лицо. Он там бесится от того, что я не признаюсь. Он берет мои волосы, а у меня были длинные волосы. Там не по плечи, даже чуть ниже. Он берет меня за волосы и бьет об стол головой. Вот. И после этого соглашаться с тем, что он мне говорит, мне показалось как минимум глупо. Потом пришел еще какой-то опер непонятный. И мне этот опер говорит, я тебе сейчас ногу прострелю. Я просто не знал, сколько мне времени даже вот именно в бутырке находиться надо было. Это растянулось на два года. Не хотел привыкать к тому, что я теперь живу в тюрьме. Прошло, наверное, больше года. Только после этого я начал свыкаться с тем, что да, теперь ты какое-то время будешь здесь. Еще там долгое время. Нахождение там три с половиной года кажется каким-то сюром. Чувствую, что время замедлилось. И чем ближе ты к освобождению, тем больше оно замедляется. Сергей Шаров предложил вариант с учебой в Чехии еще до того, как я освободился. Чем дольше я нахожусь в Праге, тем воспоминания где-то дальше. Но полностью это, конечно, еще очень долго не уйдет. Продолжают сидеть ребята по болотному делу. Ну окей, все нормально у тебя. А сколько людей сейчас там, сколько людей сейчас может попасть под раздачу? Я не бежал сюда, я не просил политубежища. Дело не в том, что могут меня преследовать там, не могут. Хотя вероятность такого есть. Но просто жить в атмосфере какого-то давления удовольствия не добавляет. Чтобы я совсем поехал в Россию, там, конечно, люди должны очнуться наконец. И, наконец-таки, начать действовать все. Ну, замена группы, все впереди. И я справился с Плашевым. Вот, наверное. Ближе всего к Путину. Да, да. Ну да. Круто. Ну да. Внутри их самого посольства, они должны возвращаться до 11 вечера. Если вернешься позже, ты должен написать опять замежем. После 11-ти любой разболтает. В 12-м году та же самая полиция, армия говорили. Будет у вас полмиллион и миллион, мы перейдем на вашу сторону. Потому что они были, во-первых, социально не обеспечены. Зарплаты у них были маленькие. То есть, и даже со мной что-то от этого сговаривали те же самые полицейские, потом сотрудники ФСИНа и говорили, да, мы бы пошли до теми, кто сильнее. Миллион человек в Москве – это огромная цифра. И это не разогнать никаким ОМОНом. Один мой хороший политолог, когда все это происходило, и когда говорилось о том, что будет миллион, и он выйдет на площадь, и он возьмет Кремль. Он правильно сказал, что этот миллион войдет в Спасские ворота, пройдет насквозь Кремля и выйдет через Боровицкие. Это всегда куда-то уйдет. Либо этот миллион выходит, выдвигает своих народных лидеров, которые подходят к Кремлю и говорят, заранее миллион, выйдите кто-нибудь. Ну, выходит Бортников и говорит, вот я здесь, так я, вот с вами говорю. У нас такая же бабуля была, да, Арка? Ксарство небесное. Говорили, что не надо туда идти, говорили, что мы теряем время, говорили, что не надо махать шариками, говорили, что надо выйти и хотя бы попробовать, да? Хотя бы, уж хотя бы за делом мы сейчас сидели, там были бы в эмиграции и так далее. 6 мая мы были на Манежке. Мы звали всех людей на Манежку, мы говорили, что не надо идти на Болотную. Говорили, пойдем на Болежку, ну, потому что это бессмысленно. То есть Болотная отсекается двумя батальонами. Мы хотели выйти на Манежку и попробовать, если будет достаточное количество, попробовать сесть там, остаться либо на Манежке, либо в Александровском. Ну, все, ушли на Болотную, никто не пришел. Приехали менты, мне по башке дали первому, посадили в автозак и отвезли. И на этом мое участие в русской революции закончилось. В декабре 2011 года власть лежала на земле. Упущен уникальный шанс. И с тех пор у нас чем дальше, тем все хуже и хуже. Потому что на данный момент мы уже 6 лет власти даем фору. Она все поняла, она подготовилась, она гайки закручивает. В армию и в силовики вбуханы деньги. Они абсолютно лояльны, они готовы воевать за эту власть. Законы ужесточены. Оппозиция разгромлена. Кто убит, кто сидит, кто в эмиграции. И проигравшим горе. Не, а потом, знаете, вот эта вот тема несчастных жителей пятиэтажек, давайте их пожалеем. Ну, ребята, вам на войну в Украине было плевать. Че сейчас-то вдруг? Вот тот же самый Майдан, там никто никого никуда не выводил. Это история миллиона, как минимум, частного сопротивления, когда миллион людей вышли сами по себе, один, каждый за свое. И вот они собрались вместе. Вот изменения в обществе происходят только вот так вот. Человек живет, пишет, я вне политики, меня все устраивает, я живу как есть. Потом бах, и он сталкивается с какой-то проблемой. Ну, поначалу там с незначительной. У него там что-то украли. Вот у него ларек пришел, не знаю, там, участковый, и сказал ему, будешь мне в день платить пять тысяч рублей, там, или в месяц. Человек пишет одну справку, другую, сталкивается с выше уровнем, свыше, свыше, свыше. Его начинают прессовать. Приезжают бандиты, сжигают его ларек. Он пишет ФСБ. Приезжают другие бандиты, сжигают его машину. Он, в конце концов, берет виллы, выходит на митинг, его сажают в лагерь, из лагеря он выходит конченным диссидентом, конченным оппозиционером, конченным русофобом, конченным ненавистником этой власти. Вот со мной происходит примерно то же самое. Я хочу дожить до 96 лет, но я хочу дожить в нормальной стране, чтобы она не убивала людей, как минимум чужих, а еще лучше своих, чтобы она не нападала на страны, чтобы здесь было право выбора, чтобы здесь было безопасно. Я хочу построить эту страну и в ней уже спокойно дожить до 96 лет. Нет, ощущение, пусть они делают там, что хотят, оно у меня уже несколько лет как. Но я все-таки не считаю, что я уехал, я хочу вернуться. Я хочу вернуться, я не хочу подавать на беженство, я не хочу получать гражданство. Я это считаю пока временным отступлением, временной эвакуацией. Потому что я готов отправиться в тюрьму, но вот за дело. Вот если мы действительно выйдем на баррикады, если там действительно будет какая-то попытка Майдана, действительно за свободу. Но если проиграем, значит проиграем, потому что как пойдет, так пойдет. Но сейчас ситуация дошла до такого, что получать 4 года запуск в Фейсбуке, ну я уже не хочу. Картинный кадр, конечно, ты получишь. Да, где? Диссиденты на фоне Праги в думах, особенно ходят. Я тоже хочу избежать. Ну штаб, конечно. Продолжение следует...